Иногда Господь что-то заставляет нас, знаете, очень сильно понуждает нас сделать что-то. Понуждает сделать, то есть это сделать что-то очень быстро, начать двигаться, начать действовать. Знаете, мы как говорим, о, мы никуда не спешим и везде успеем, Господь рядом с нами. Ну да, знаете, иногда ты можешь не спешить, но самолет улетит без тебя. То же самое и здесь, он понудил, он просто направил их, чтобы они вошли в лодку. И когда они вошли, он сам остался. Он еще там с народом разбирался, мы читаем, там распустил народ, сам пошел помолиться. И вот когда лодка была уже на середине моря, здесь что-то начинает происходить. И ученики, увидев вы, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Нет, я на Библию читаю, думаю, интересно, но мы же не верим с вами призраков, да? А ученики верили. Ну мы лучше. Я не знаю, почему они поверили вообще, но когда ты читаешь, ты думаешь, что какое-то странное явление, какие-то призраки. Про-про-прадед или про-про-бабушка, кто там, я не знаю, кто там прогуливался по морю, кто там рыбу ловил. Но Иисус в тот час заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал вам в ответ, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. И вот это слово повели. Почему Петр так сказал? Знаете, однажды я слышал такую историю. Один фермер, занимаясь своим хозяйством, он жил рядом с такими невысокими, может, высокими, но горами. И однажды, когда он прогуливался или искал свое животное, вдруг он нашел маленького орленка, который был ранен. И он понимал, что этот орленок, он уже не выживет. Видно, он пытался полететь, падая со скалы, и так и не взлетел. Знаете, в природе всякое бывает. Разные вещи происходят. И вот он забрал его к себе. И вот он его подлечил. Этот орленок, он, знаете, ему нужно было как-то приспособиться жить в обществе, в котором он находился. Он раз посмотрел, вот там свиньи. Там не похожие на него. Он посмотрел на свои перья. То есть он понимает, что это не то. Раз там овечки, тоже не его. Коровы. Чедок говорит, думает, нет, туда лучше не пойду, задавят вообще. И вдруг он увидел, что цыплята. Гуляет. И он думает, я присоединюсь к ним, и вместе с ними буду гулять и прогуливаться. И вдруг он присоединился, они его не отвергли. Он думает, о, здорово, может быть, это моя семья, может быть, я цыпленок. Ну, просто чуть-чуть другой. И они ходят, там червячочков собирают, там зернышки клюют, и он вместе с ними. И он настолько приноровился, что вот он привык, и уже все выросли, и он вместе с ними. Знаете, даже когда большой орел пролетал над ними, потому что он хотел схватить кого-то из них, они все прятались, и он вместе с ними. Он настолько привык к этой, что он просто жил вместе с ними, и он не понимал, что в его жизни может быть какая-то другая судьба. Он даже не понимал, что есть что-то другое. Он видел, что все, которые рядом с ними, они не умеют летать. Только иногда, когда они залазили на какой-то заборчик, и когда спрыгивали, то они распускали свои крылья. Но это только, чтобы была мягкая посадка, но ни в коем случае не умение летать. Они были лишены этой способности. Мы знаем, что цыплята не летают, педухи, ну, там можно чуть-чуть попорхать, ну, чтобы он летел, мы знаем, что это его не имеет. Но мы знаем, что орел, это совсем другая птица. Это птица, которая способна летать и которая может летать. Но мы видим, что он застрял в той ментальности, в том мышлении, в том понимании жизни, которое ему предоставило жизнь. Знаете, так часто жизнь предоставляет нам что-то. Так часто наша жизнь нас в чем-то ограничивает. Знаете, я когда только покаялся, и где-то через два года, когда я приехал в Кемерово, и почти через полгода, когда я уже жил в Кемерово, я поехал учиться в семинарию в Новосибирск. Когда я учился в семинарии, я познакомился с таким добрым, благословенным человеком, как сегодня это пастор, тоже, как и я. Понимаете, я человек, который вообще не имел ничего. Но только свое имя, отчество и фамилию. И больше ничего. И он был совсем другой человек. Он на то время, он вышел из большого бизнеса, он покаялся, и Бог что-то стал делать с его сердцем, очень сильно менять. И когда я между семестрами, я поехал к нему жить, так получилось, что он пригласил, говорит, Андрей, приезжай. Я работал у него на станции, у него большая автостанция. Тогда я помню, когда я жил у него дома, для меня это было все дико. Но потому что я не привык. То есть, когда ты не привык, что ты можешь в любой момент пойти что-то съесть. Потому что у меня так не было в жизни. Потому что была настолько нищета, настолько была разруха, настолько было все сложно в жизни, что ты даже вот в отношении еды и одежды, ты настолько карабкался, ты не понимал, как выбраться из этого. И вообще у меня был всегда вопрос, а возможно ли вообще в жизни в это что-то изменить? А вообще возможно ли выбраться из каких-то обстоятельств, в которые ты однажды вошел? Вообще возможно ли это? Я очень долго задавался вопросом. Ну я понимаю, этот человек пришел к Господу уже с этим всем, то есть что-то Бог в его жизни делал, что-то он достиг своими усилиями. Но моя жизнь, она непонятная. Я говорю, Господи, как вообще что-то может измениться? Я вообще не понимаю. И вот этот менталитет нам, я когда смотрел на его детей, какие они были свободные, какой я был закомплексованный, для меня, конечно, это очень сильно было много внутри переживаний, сильно много, я иногда чувствовал, что я делаю здесь. И в своей жизни Бог много раз помещал меня в такие обстоятельства, где я чувствовал себя, ну как бы, ну ни к чем, не нужно. Мне хотелось уйти оттуда, мне хотелось сбежать оттуда, но я оставался. Я оставался, чтобы быть там, потому что я понимал, что в этом была воля Божия. И только это, даже когда я приехал в Кемеру, то же самое произошло. Я остался, потому что я понимал, есть воля Божия. Знаете, однажды этот фермер, он увидел, что этот орел, он периодически стал очень часто смотреть в небо, смотреть на тех больших птиц, которые летали там. Он увидел, что взгляд этого орла, он останавливался, чтобы смотреть туда, вверх. И он понял, пришло время. И однажды он поднялся на высокую гору и просто отпустил его, и он полетел. Потому что когда в тебе есть способность и понимание, ты полетишь. Потому что он не был курицей, хоть собирал червячки и хлевал зерна. Он был тем, кем он является. Знаете, читая это обыденное местописание, я думал, я задался вопросом. Иисус, ты зачем по воде пошел? Вы когда-нибудь задумывались? Ну, я понимаю, ну, может быть, прилетел бы лучше. Но он же не Дэвид Копперфилд. Ну, Иисус же, он не фокусник. Я задался вопросом, Иисус, ты зачем по воде ходил? Ну, вообще, я в христианстве слышал, кто по воде. Это нам рассказывал пастор Олег с Томска. Он рассказывал нам, как есть острова Фиджи. И там проповедники, чтобы им быстро передвигаться, то они помолились и пошли с острова на остров. Они ходят по воде, чтобы проповедовать Евангелие. Я думаю, ну, нужная вещь, конечно. На лодке долго не нагребешь. Я так прогулялся, просто посмотрел, что там морское дно, то есть все нормально. Потом есть этот интересный ролик еще, когда священник православный приехал на остров, говорит, там трое святых, давайте. И вот он их учил молиться, помните? И он учил, 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 что потом, когда этот священник поплыл, то три дедушки этих, они шли по воде, бежали по воде, и говорит, батюшка, святой отец, подожди. Он так на них смотрел большими глазами, он говорит, как там молитвка-то твоя, мы же забыли все. И когда он на них смотрел, он говорит, молитесь, как молились. А они молились так, трое вас, трое нас. Господи, помилуй нас. Иногда все так проще в жизни, драгоценное. Но я задался вопросом, думаю, Иисус, ну ты что, хотел шоу? Ты зачем их напугал, как призрак-то? Вы все эти по воде. Но вдруг я увидел в этой истории выскочка Петр. Выскочка. Ну, вот так называют. Христиане ему дали уже свои прозвища. Он очень быстрый. И вот он, он самый, этот Петр-выскочка, он говорит, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде, не на лодке подплыть, а помоги мне прийти к тебе по воде. Повели. Я думаю, я понимаю, почему он так сказал. Потому что, если бы Иисус ему сказал, он, ну иди, это было бы одно. Он знал Иисуса. Он знал, когда Иисус с ними разговаривал. Знаете, Иисус не всегда разговаривал, а повелевать. Сейчас мы молились, я повелевал. Я повелевал болезням. Я повелевал каким-то вещам. Почему? Потому что есть вещи, когда мы повелеваем. Мы говорим, а есть, когда мы просто разговариваем. Сейчас я с вами просто разговариваю. Ну, проповедую вам. И вот он, Петр, находясь с Иисусом, он знал, когда Иисус повелевает, когда Иисус говорит, он умел отличить эти вещи. Почему? Потому что он знал, что когда Иисус повелевает, то это, когда Иисус повелевает, то ты это сделаешь. У тебя это получится. Если Он тебе повелел сделать, ты это сделаешь. То есть это настолько сильное, настолько высвобождается влияние Божие. Но у меня всегда вопрос, все равно вопрос, для чего Иисус пришел, пошел по воде. И знаете, вдруг я понял, что Петр и Андрей, они же морячки. Ну, то есть не морячки, рыбачки. Они же рыбу ловили всю жизнь. Наверное, папка ловила, дед ловил. Они передавали, вообще у евреев принято из поколения в поколение передавать то ремесло, которым они занимались. Представляете, однажды Петр лежит на берегу моря, будучи молодым человеком, он недавно научился плавать. Мы же знаем, что он плавать умел. Помните, когда он прыгнул? Там дальше мы читаем. Когда он прыгнул в воду. Ну, в Библии читали. Петр умеет плавать? Про других не знаю, Петр умеет плавать. Здесь я не знаю, почему он тонул. Потом придем на небо, спросим. Но мы знаем, что он умеет плавать. Держите, он лежит. Он говорит, Андрей, Андрей это его брат. Представляешь? Вот смотри, вот мы с тобой на лодке плаваем. Плаваем, смотри, лодка нас держит. На воде держит. Он говорит, мы с тобой плавать научились. Научились. Он говорит, а по воде ходить можно? Андрей ему говорит, ты что? У тебя, Петр, у тебя постоянно какие-то мысли вообще. Как ходить по воде? Ты вообще представляешь? Петр не успокоился. Он раз пошел к отцу. Говорит, отец, по воде ходить можно? Он говорит, ну, не знаю, по воде ходить-то, наверное, нельзя. По дну воды можно, говорит. Хочешь историю расскажу? И рассказывает ему, как Израиль перешел Черное море. Он думает, о, уже реально, уже и плавать можно в воде, и на воде можно плавать, и по дну даже можно пройти, когда становится двумя стенами возле тебя. А по воде ходить можно. И, знаете, скорее всего, он вырос с пониманием, что по воде ходить-то вообще нельзя. Знаете, тут я понял одну вещь очень интересную. Есть же закон притяжения, знаете, такой? Ну, кто-нибудь может из вас на два метра подпрыгнуть? Нет, я сегодня буквально, выходя из дома, посмотрел, прыгуны, которые вот это через ну, прыгают. Рекорды. 2,43. 2 метра 43 сантиметра. Почему? Он не борется, чтобы победить силу притяжения к земле. Потому что ты раз, и тебя обратно. И все. Если ты ее не знаешь, можешь спрыгнуть с пятого этажа. Ты ее распознаешь больше. Ты не просто распознаешь, ты прочувствуешь ее. Но я не рекомендую. Знаете, есть то, что рекомендуется, а есть то, что не рекомендуется. Я вдруг подумал, такую интересную вещь. Представляете, люди, которым сказали, что летать невозможно. А я сразу у меня о фильм вспоминаю. Он там какой-то дельтаплан себе сделал там до нашей эры еще. Какой-нибудь там умный. Аристотель какой-нибудь там. Еще кто-то. И вот он к скале подходит и пытается всем доказать. И там и все он со своей глупостью. И сколько ему раз говорили, что он ненормальный. Да много раз скорее всего говорили, что он ненормальный. Но давайте посмотрим на современный мир. Мы сегодня с вами летаем. Мы не просто летаем. И еще как летаем. Сегодня много чего летает. Сегодня уже машины изобретают, чтобы они летали. Сегодня много. А сила притяжения как? У меня, знаете, Филипп на Барзасе там такая ступенька. Она знаете какая? Ну вы видите, как мило здесь спускается. Вообще обращали внимание, как дети спускаются. Они вот так и поползли. Ну простите, они вот так спускаются. А у меня Филипп на Барзасе, а там ступенька такая, она знаете, она вот не такая, но почти такая, она вот так вот чуть-чуть. Представляете, ему два года он так подходит. Я ему говорю, сына, стой! И он так. И что он сделал? Он сказал, папка, я сделал это. Я не знаю, насколько ты меня еще догоняешь, но скоро мы дойдем. Это все. Это все. Если у вас есть, что мы видим, Ему преодолеть это. Есть что-то, что мешает ему сдвинуться в его жизни. Есть что-то, что говорит ему, Петр, это невозможно. И когда Петр увидел Иисуса, идущего по воде, он сказал сам себе, это возможность для меня что-то реально изменить в моей жизни. Знаете, мы многие говорим, что Иисуса признали Господом в 16 главе Евангелия от Матвея. А если мы читаем внимательно эту главу, то здесь написано в 33 стихе, бывшие живолодки подошли, поклонились и сказали, истина, ты Сын Божий. Они узнали это раньше. Драгоценные мы живем сегодня на земле, у нас столько много стереотипов. У нас столько много внутри сидит понимания, я не могу, я не могу. Или мне нужны вот эти, вот эти, вот эти условия. Мне нужно вот это, вот это действие. У меня не получится. Мне нужен вот этот, вот этот путь. Нет, это нереально. Нет, моя жизнь не может быть такой. О, моя судьба, она не изменится. Ничего невозможно изменить. Кто сказал тебе это? Кто сказал тебе, что невозможно? Кто сказал, что Иисус не придет для тебя так же, как Он пришел для Петра, чтобы тот пережил чудо, сходить по воде, потому что Он умел плавать над водой, Он умел плавать в воде, Он слышал истории, как пророки и как Израиль проходили по суше, но Он хотел ходить по воде, драгоценные. Потому что это изменило его жизнь. Потому что, когда Он пошел по воде, Он понял, что возможно. Знаете, время кризиса, это вообще отличное время. Я так благодарен. Я раньше слышал и думал, люди говорили, о, кризис, это хорошие возможности. Я думал, какие возможности? Тебя задавило со всех сторон, ты не знаешь, что делать, ты не знаешь, как быть. Я увидел, как мое мышление, как мой разум, что-то стало происходить, как я стал думать иначе, я стал смотреть иначе, я стал понимать жизнь иначе. То есть, сложные обстоятельства, они помогли, наоборот, мне высвободиться, они, наоборот, помогли мне увидеть жизнь по-другому, что она другая, что можно выбраться, наоборот, что можно подняться на новую высоту. Драгоценная вся проблема, как проблема этого орла, маленького орленка. Вопрос, где ты воспитывался? Вопрос, как ты мыслишь сегодня? Вопрос, как ты смотришь сегодня на свою жизнь? Столько много сдерживает нас, столько много внутри нас говорит, это невозможно, у тебя не получится, да ты кто такой, да ты даже не пытайся, да ты даже не старайся. Но Петр, когда он увидел Иисуса, идущего по воде, он говорит ему, Господи, повели мне идти по воде, повели мне идти по воде. Для меня не важно, что он начал тонуть, и Иисус упрекает его, маловер, для меня это не важно, для меня важно, что он пошел по ней. Знаете, мы говорим о призвании, мы говорим о воле Божьей, мы говорим о чем-то большом в нашей жизни, драгоценной. Но это никогда не произойдет, пока ты не пойдешь по своей воде. Это не произойдет, пока ты не выйдешь из зоны комфорта. Я сегодня задал людям вопрос, что такое зона комфорта? Знаете, многие люди думают, что зона комфорта, это когда они лежат, у них там все хорошо, то есть у них там, ну, на пляже, может быть, лежат, вот это для меня зона комфорта. Кто-то не знает, что такое лежать на пляже, поэтому у него другая зона комфорта. И мы придумываем, знаешь, что такое зона комфорта? Это твоя воскресная лавочка, когда ты каждое воскресенье приходишь, садишься на одно и то же место, а если твое место заняли, ты уже чувствуешь дискомфорт. Это твой дом, где ты каждый день приходишь, у тебя оторванные обои, но это твои обои, они висят там, они тебе нравятся. Ты счастлив от того, что у тебя вообще есть куда прийти и куда преклонить голову, ты стал таким довольным, как Писание говорит, благочестивым и всегда довольным, но ты не понимаешь, что это не то, чем нужно довольствоваться в своей жизни. Ты принизил себя до такой степени в своей жизни, что ты даже перестал стремиться, а мне и этого хватит. Мне достаточно, знаете, у меня все нормально. Я думаю, что ученики сидели в лодке, они думали, о, Петр опять этот выскочка, ему больше всех надо, он опять чего-то требует от Иисуса, он опять чего-то пытается заяснить ему. Но Петр понимал, что он делал. Петр понимал, что он делал. Он понимал, что это время для него, это возможность выйти из зоны комфорта. Это время, это возможность не просто мечтать о чем-то или забыть о своей мечте, а это реальность воплотить свою мечту, реализовать свою мечту. Это реально, чтобы что-то изменилось в твоей жизни, чтобы что-то сдвинулось в твоей жизни. Драгоценное, оно не сдвигается в посредственном христианстве. Оно не сдвигается, когда ты просто сидишь и за дня в день делаешь одну и ту же работу. Оно не сдвигается. Твоя жизнь меняется, когда ты выходишь из зоны комфорта. Да, тебе неудобно. Да, это не то, к чему ты привык. Но все начинает двигаться в твоей жизни. Ну, чтобы начать это делать, тебе нужно сказать, Господи, повели мне это делать. Знаете, мы стали ездить на миссию, и я увидел интересную вещь. Я увидел, как жизни, судьбы людей, они изменились. Потому что я наблюдаю, мне как пастору, мне интересна судьба человека. Мне интересно, когда человек прогрессирует. Мне интересно, когда человек растет и развивается. И я увидел, что когда люди стали ездить на миссию, их жизнь стала меняться. Не замечая того, у них что-то стало глобальное происходить. Они стали мыслить по-другому, они стали слышать, понимать Бога. В их жизни стало что-то двигаться. Почему так происходит, драгоценный? Потому что он вышел из зоны комфорта. Он вышел, пусть это временное явление, но он вышел из этого. И его жизнь стала обновляться, она стала другой. Может быть, он этого не хотел, но это произошло, потому что он сделал шаг, как Петр. Господи, вели мне, повели мне идти к тебе по воде. У каждого своя вода. Когда-то я приехал в Кемерово, и здесь моя жизнь просто стала меняться. Она стала совсем другой. Я помню, когда Бог побудил меня самому работать на себя. Просто быть ИПшником. Я помню, года три я сходил с ума. Я думаю, я брошу это ИП, мне это вообще ничего не надо. Пойду устроюсь на работу и ничем этим заниматься не буду. Я все время, каждый день, я месяцами боролся с этой мыслью, потому что я понимал, у меня не получается. Я не могу, потому что какие-то твердыни стояли у меня. Надо пойти на работу, чтобы тебе платили зарплату, а ты был недоволен от своего начальника, ты ему объяснял, как правильно, но сам ты в жизни ничего не хочешь брать, какую ответственность, ничего не хочешь делать. Это было такое мышление. И я понимал, что Бог поставил меня. И я понимал, что потому что только Бог, я остался в этом. Потому что только Бог, я сегодня двигаюсь в этом. Драгоценный, нам нужно выйти. Потому что именно в нашей голове, в нашем мышлении сокрыто великая тайна благословения. Можем мы или не можем? Какая установка стоит у меня? Что внутри меня? Я говорю, сегодня многим людям не нужно ходить по воде. Этого незачем. Потому что Бог не хочет показывать шоу пред другими людьми. О, я сейчас помолюсь и пойду по воде. Я знаю, что многие христиане пробовали. Я знаю об этом. И с другой стороны, это нормально, я к этому нормально отношусь. Как там? Все испытывайте, хорошего держитесь. Испытали, больше не держатся этого. Когда нырнешь воду с пристани, и нормально все в одежде. Вот и прогулялся называется. Это не нужно. Потому что идти по воде, это сделать для себя. Твердым основанием то, что для тебя кажется невозможным. Как для человека, который мечтал полететь. И однажды полетел, но все говорили, невозможно. Как для Ноя. Он строил корабль, когда все говорили, ты ненормальный, зачем тебе корабль? Да уж что такое дождь. Никто не знал, что такое дождь. Он жил откровением. Он жил откровением. Драгоценный, где мы сегодня будем оставлять себя? Ты можешь остаться в лодке. Понимаешь, эту лодку могут бить волны. Может быть сильный ветер. Но в лодке все равно комфортнее, чем за ее пределами. В лодке комфортнее. Я так смотрю, многие христиане, они сидят в своих лодках. Им так нравится. Они не хотят двигаться и ничего изменить в своей жизни. Элементарно попробуют что-то сдвинуть. Хотя у каждого есть мечта. Хотя у каждого есть какое-то огромное желание внутри. Оно может реализоваться, если ты захочешь что-то сделать. Если ты захочешь сделать шаг и скажешь, Господи, повели мне. Повели мне выйти. Повели мне выйти и идти по воде. Господи, скажи мне. Скажи мне эти слова, я хочу слышать их. Он же сказал, иди. И выйди из лодки. Петер пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Я не знаю, как у кого христианство. Я верю в христианство. Это место, где человек прогрессирует. Я верю в христианство. Это место, где человек очень сильно развивается. Я верю в христианство. Это место, где человек, его мышление, оно настолько обновляется, что через годы люди его, которые знали его до этого, они его не узнают. Я верю, что христианство, это место, где мечты, которые Бог дал тебе, однажды они воплощаются. Я верю, что христианство, это место, где идеи и откровения, которые Бог дает тебе, они поднимают тебя и возвышают тебя над обстоятельствами. Я верю в такое христианство. Я не живу этим, но из того, что я живу Богом, Он делает это в моей жизни. И я знаю, что Он способен это сделать в жизни любого из нас, драгоценные. Если мы скажем, Господи, повели мне прийти к тебе по воде. Можно всю жизнь пройти и жить так, как ты живешь. И сказать, о, нормальная у меня жизнь, все хорошо, я никуда не лез, ничего не делал, не двигался. Я просто закопал свой талант. А можно сказать, Господи, повели мне, потому что я хочу чего-то большего. Потому что я хочу чего-то больше. Знаете, Петр, он не был просто человеком, который был выскочкой. Да, во многих местах он ошибался, и это было не страшно. Но дело в другом. Он был жаждущим человеком. Он был ищущим. Я недавно задумался на такую тему. Говорю, Господи, почему я проповедую одну и ту же пробовать в разных местах? Одну и ту же. Я проповедую в Березовском, я проповедую здесь, с Кемерой. Могу в другом месте проповедовать. Почему разная реакция людей? Господи, я не знаю, почему. Дай мне ответ. И Бог дал мне ответ. Знаете, какой ответ? Когда однажды пророк пришел к женщине. И когда он сказал ей, собери кувшины. Она пошла и собрала кувшины. Были у нее кувшины. Она взяла у соседей кувшины. И написано, что пока кувшины были, масло наполняло эти кувшины. А как они закончились, масло больше не текло. Я увидел, что здесь есть очень большой принцип для нас, драгоценный. Если ты сегодня жаждешь, Бог наполнит. А если ты сидишь, ты уже наполненный, но непонятно чем, Бог не будет наполнять тебя. А если ты говоришь, Господи, я хочу ходить по воде. Я хочу, чтобы в моей жизни что-то сдвинулось. Я хочу шагать дальше в своей жизни. Я не хочу ограничиваться чем-то. Я хочу твою судьбу. Я хочу твое призвание. Знаете, мы тут недавно разговаривали. Мы говорим про бизнес на работе. Я общался с ним с человеком. Я называю сумму одну. Одну сумму определенную. И он говорит, мне бы такую сумму. Я говорю, ну да. Я знаю, что ты сделал бы. Ты купил бы три квартиры или четыре, сдавал бы их в аренду, получал по 15 тысяч в месяц и был бы доволен от своих 75 тысяч. Ты просто бы наслаждался жизнью. Я говорю, а это для меня легкая инвестиция. Потому что я стал мыслить по-другому. И говорит, для меня это не то, не те категории, в которых мыслишь ты. Потому что мои идеи, которые Бог мне сегодня дает, они превозмогают те финансы, которые я называю. И я понимаю, что это реальность, и это не прикол, это не шутка. Потому что когда-то я думал, что это невозможно. Драгоценный, но я понял, что настолько возможно в Боге, если ты хочешь этого, если у тебя есть кувшины, если ты их выставляешь перед ним, он будет наливать, он будет наливать до той степени, пока ты будешь ставить кувшины, а как они закончатся, и закончится масло. Это вопрос выбора. Это вопрос потребности. Знаете, потребность, это такая штука, у тебя может быть супертовар, суперкрутой товар, суперкрутой продукт, и ты знаешь, что он человеку поможет, и он поможет не одному, а тысячам людей. Но если люди о нем не знают, пусть он даже самый крутой, он никому не нужен. А если ты сегодня откроешь Макдональдс в городе Кемерово, туда, как и в КФС, придет много людей, почему? Потому что это имя, потому что это знают, потому что на это есть спрос. Это не полезно, но вкусно. Потому что они создали потребность. Они сделали так, что в обществе есть потребность. Я просто ради принципа сходил в КФС как-то. Я постоял в очереди 10 минут, хотя они обслуживают очень быстро, потому что это потребность. Насколько сегодня у тебя есть потребность. Почему Петр сделал это? Почему Петр сделал это? Потому что у него потребность. Он понял, что если Иисус идет по воде, значит и я. А я думаю, Иисус пришел для Петра. Я знаю Бога, который приходит лично для человека. Потому что Бог, Он не создал колхоз, Он идет лично к человеку. Он идет лично к той личности, которая жаждет Его, которая ищет Его, которая нуждается в Нем. Поэтому Иисус говорит, много было вдов в Израиле, и много было прокаженных в Израиле, но почему-то исцеление получили и благословение. Вдова Иссарепты Сидонской и Нейман, люди, которые вообще не имеют отношения к Израилю. Почему? Потому что их жажда была намного больше, чем у всех. вспомните ту женщину, которая говорит, исцелить дочь мою. Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и дать псам. И ее вера, и ее жажда, и ее потребность в Боге была намного больше. Она говорит, и псам достаются крохи со стола Господ. Это удивительные вещи, удивительные слова драгоценные, если мы поймем это. Можно всю жизнь заниматься своим маленьким служением. Можно всю жизнь заниматься своей маленькой работой. Можно всю жизнь заниматься чем-то вот и быть счастливым, скорее всего. Наверное, я думаю. Можно понять, что что-то большее приготовлено для тебя. И это не шутка. Потому что, когда ты пойдешь по воде, ты поймешь. Потому что для Филиппа, я не просто так показал, потому что для него нет ограничений. Это папа думает, что она упадет, ударится. А он взял эту высоту. Какую высоту сегодня возьмешь ты? Бог бросает тебе вызов в церковь. Какую высоту будешь брать ты? Потому что он хочет ее дать. Он хочет выводить тебя из кризисов. Он хочет выводить тебя из обстоятельств. Он хочет делать что-то с твоей жизнью. Он не просто дал тебе жизнь, чтобы ты прожег ее. И как многие проповедники говорят, что самое богатое место на земле это кладбище. Почему? Потому что там нереализованные идеи, нереализованный потенциал. Оно самое богатое там. Потому что люди не стали, не смогли, не захотели. и сказали, мы не будем делать что-то в этой жизни. А у тебя есть такая возможность. Я прошу прославления выйти. У тебя есть эта возможность. У тебя есть, потому что ты знаешь великого Бога. Тебе просто нужно сделать что-то больше собой. Тебе нужно просто открыть свое сегодня сердце намного больше, чем это было всегда. Тебе нужно понять, не ждать Бога, который придет, а тебе нужно сказать, что Он здесь. Тебе нужно сказать Ему, Господи, сделай что-то с моей жизнью. Однажды я встал на колени, я помню, в моей жизни было так плохо все. Кушал я один раз в день, и другой раз я кушал, когда я приходил на домашнюю группу или на библиотскую школу, там, у кого были деньги, они принесили печенюшки какие-нибудь, и я пил чай. И думал, что никто не видит, съедал чуть больше, чем все, потому что очень хотел есть. А помню, однажды пришел домой, так плохо стало, еще когда ситуация конфликтная, думал вообще, что в этой жизни может измениться, вообще возможно ли? Потому что самая большая борьба в твоей жизни, это борьба с самим собой, врагов, те враги, которые в ней, ты вот так вот можешь победить их, ты можешь убрать, ты можешь исключить, но вся борьба, она здесь и здесь. И я помню, встал на колени, и Леша Вакуленко, он знает, он знает, что было. Ну, может, не слышал, соседи сказали, там все нормально у парня, который наверху с тобой живет. Все нормально с ним. потому что я встал на колени в комнате и стал долбить по полу и сказал, Господи, сделай что-то с моей жизнью, но ты же можешь. Ты же взял людей здесь, в Библии, для меня написано, ты же с ними что-то сделал, ты же и со мной можешь. Почему я все время присмыкаюсь, почему я все время мучаюсь, почему я все время страдаю, ты же можешь изменить, Господи. Я стал кричать. Я знаю, кому-то не нравлюсь, кому-то нравлюсь, это не имеет значения. Самое главное, я знаю, что кому я нравлюсь больше всего на этой земле. Я знаю, кому я кричу, кому я взываю, я знаю, кто может изменить, кто может реформировать, кто может что-то сделать таким, как я, потому что я ничего не могу сделать с собой. Я могу только сказать, Господи, повели мне, повели мне. Для меня в этом выжить, потому что я устал стараться, сейчас так много стараюсь, я изменюсь, знаете, мы таки многие, я разговариваю с христианами, о, я изменюсь, подождите, о, я точно, я принял решение, я буду другой, точно, 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 да, 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 мне еще пару недель дать, еще три понедельника с нового года, я точно изменюсь, я говорю, ты не изменишься, потому что это сделать ты можешь сегодня, потому что для тебя шанс есть только сегодня, не три понедельника, не новый год, не что другое, только когда ты будешь взывать, как в Артемии, который взывал, все говорили, ты, Артемий, ты заткнись, ты что разорался-то, тебе что надо, у нас такое собрание, чина благопристойна, у нас все так здорово, что это надо, он говорит, ты, Иисус, сын Давидов, помилуй меня, я смотрю на церковь, я вижу потенциал, я вижу в молодых, вы можете прожигать сегодня свою жизнь, а можете настолько сильно начать двигаться в Боге и реализовывать, вы не представляете, какая судьба есть, вы даже не можете представить, насколько у него есть, если ты просто захочешь, если ты скажешь, Иисус, я хочу, я хочу твоей судьбы, я хочу твоих планов, я хочу твоей воли, он будет делать, он это способен сделать, он это может сделать, если он пришел к Петру по воде, почему в твоей жизни это не может сделать? я верю в Бога, который сотворил нас, летать, порхать, не присмыкаться, я помню песню Алексея Ледяева, я все не мог ее понять, такая песня, рожденный ползать, не способен летать, я не помню, что там мюзикл было, кто-то мне объяснял, я говорю, я как бы не всегда, но дракоценный, рожденный ползать, способен летать, если ты бабочка, а многие из нас, а мы бабочки, духовные, нам просто нужно вылезти из своего кокона, в котором мы так долго сидим, кокон мышления, стереотипов, закрытости, твердынь, давай будем выходить, давай будем двигаться, давай будем шагать по воде, встань просто сейчас, начнем молиться на языках. Кемеровская христианская церковь Христа Воскресшего осуществляет миссионерское служение в разных городах и странах, таких как Индия, Кения, Конка, Камбоджа, Таджикистан, Монголия, Тыва, Южная Корея. Вы можете поддержать миссионерское служение в этих странах и стать участником мировой жатвы. Осуществить пожертвования очень легко. На сайте церкви вы можете пожертвовать при помощи банковской карты или через банковский счет. Реквизиты счета указаны на сайте в разделе пожертвования. Мы благодарим вас за вашу поддержку и участие в миссионерской работе. Пусть Бог благословит вас!